Субтитры создавал DimaTorzok В годы Великой Отечественной военная авиация Советского Союза внесла огромный вклад в дело победы. Дальние бомбардировщики наносили удары по объектам противника в глубоком тылу. Истребители завоевывали господство в войне. Штурмовики уничтожали немецкую технику непосредственно на поле боя. Большое влияние на исход Великой Отечественной оказал и военно-транспортный самолет Ли-2. Эта машина, поначалу выпускавшаяся как пассажирская, по праву может называться оружием победы. В середине 30-х годов военная авиация Советского Союза не имела собственных транспортных самолетов. Но вопросы, связанные с переброской грузов или высадкой десанта в Красной Армии возникали. Для их решения, как правило, использовали самолеты ТБ-3 и ПС-9. Для перевозки грузов тяжелый бомбардировщик ТБ-3 был малопригоден. А десанту при выполнении задания приходилось выбираться через фюзеляж на крыло и только после этого совершать прыжок. Ненамного лучше дела обстояли и с пассажирским самолетом ПС-9. Эта тихоходная машина с неубирающимся шасси по своим летным характеристикам не отвечала требованиям гражданской авиации. Что уж там говорить о военной. Но отечественное самолетостроение не могло предложить что-нибудь лучшее. И тогда советское руководство решило купить подходящий самолет за границей. Выбор пал на американский лайнер DC-3 фирмы Дуглас. В то время это был самый передовой пассажирский самолет. Просторный фюзеляж, большая дальность полета, отличное радионавигационное оборудование. Переговоры с фирмой Дуглас закончились успешно. В 1936 году Советский Союз получил по договору самолет DC-3 и всю техническую документацию на него. Но впереди еще было много дел. Предстояло разобраться в чертежах и перевести американские дюймы в родные миллиметры, а также адаптировать всю техническую документацию под советские нормы прочности. С этой работой блестяще справился коллектив конструкторов под руководством Владимира Михайловича Мясищева. В 1938 году стали налаживать собственное производство деталей и узлов для новой машины. А в 1939 на заводе в подмосковных Химках под обозначением ПС-84 стали строить и первые серийные самолеты. Аббревиатура ПС расшифровывалась как пассажирский самолет, а число 84 указывало на номер завода. Своё более известное название Ли-2 эти машины получили несколько позже, во время Великой Отечественной войны. Транспортный самолет Ли-2. Экипаж 4 человек. Силовая установка 2 поршневых мотора АШ-62ИР мощностью 1000 лошадиных сил каждый. Взлетный вес 11 тонн. Число пассажиров 21 человек. Максимальная скорость 320 км в час. Практический потолок 5600 метров. Дальность полёта 2500 км. Первые серийные самолёты выпускались в пассажирском варианте. Но параллельно разрабатывалась и военно-транспортная версия. В этой версии машина под обозначением ПС-84К вышла на испытание в мае 40-го. Она отличалась усиленным полом салона, широким люком с левого борта и наличием подъёмного крана для облегчения погрузки. Для перевозки больных или раненых на бортах самолёта смонтированы специальные откидные кронштейны, на которые устанавливаются носилки в два этажа. И, конечно, самым главным в этом самолёте было наличие штатного вооружения. Двух пулемётов калибра 7,62 мм. Военно-транспортных самолётов выпустили всего несколько штук и на этом остановились. Производственных мощностей завода просто не хватало для одновременного выпуска гражданских и военных машин. Этот вопрос руководство Советского Союза попыталось решить следующим образом. В 40-м году вышло специальное постановление, в котором говорилось, все самолёты ПС-84 следует строить с изменениями, необходимыми для переоборудования их в военные варианты. К началу войны в гражданской авиации насчитывалось свыше 70 самолётов ПС-84, а в военно-воздушных силах порядка 50. Сразу после нападения Германии на Советский Союз большую часть этих самолётов собрали в отдельные авиагруппы. Они поддерживали боевые операции на фронтах, доставляли грузы и подкрепления, вывозили раненых и эвакуированных. Значит, задача будет такая. Доставить боеприпасы и вывезти раненых. Ну, товарищи, кто из вас хочет к немцам в тыл? Я. Решите мне. А лётчик Баранов? Разрешите отложить, товарищ полковник? У меня уже есть задание. В наш тыл. Он утром летит в Куйбышев, я относил его до ночи. А я предлагаю отпуск лётчику Баранову отменить. Летом 41-го инженер Михаил Кулик спроектировал для ПС-84 верхнюю поворотную турель с пулемётом. Теперь экипаж мог более эффективно обороняться от истребителей противника. Коя, давай, давай! Ты не выпусти, ты! Иди ты, чёрт! Коя, Коя, подклини и очередь дай! В сентябре эту турель приняли как типовую для всех ПС-84. Во Внуково создали специальный цех, в котором эти самолёты вооружали. Уже в октябре машины начали действовать на Ленинградском фронте, помогая блокадному городу. Только в период с 10 октября по 21 декабря эти самолёты доставили 6 тысяч тонн продовольствия, медикаментов, боеприпасов и оружия. Из осаждённого Ленинграда было вывезено 53 тысячи человек. Для самолётов, берущих на борт за один раз всего 21 пассажира, это достаточно большая цеха. В конце 1941 года завод по выпуску ПС-84 эвакуировали из Москвы в Ташкент. Там и развернули основное производство этих самолётов. Только уже не пассажирских, а военно-транспортных. Первые серийные машины Ташкентского завода появились в январе 1942-го. И выпуск их постоянно наращивался. Примерно в то же время самолёт приобрёл вторую профессию. Его стали использовать как бомбардировщик. Для этого под фюзеляжем смонтировали бомбодержатели. На них подвешивались две бомбы по 500 килограммов или четыре по 250. Конечно, это была не самая большая нагрузка. Но при этом, в отличие от обычных бомбардировщиков, ПС-84 мог выполнять ещё и транспортные функции. В сентябре 1942 года машина получила новое обозначение, которое стало её визитной карточкой на долгие годы. Самолёт назвали «Ли-2» по фамилии главного инженера авиазавода номер 84 Бориса Лисунова. Перед войной Борис Павлович Лисунов руководил освоением серии. В марте 1942 года в Советском Союзе была создана авиация дальнего действия. В неё вошли все имеющиеся на тот момент дальние тяжёлые бомбардировщики. А через месяц состав дальней авиации пополнило соединение, вооружённое самолётами «Ли-2». Параллельно шло формирование новых частей. К началу 1944-го этими самолётами был оснащён один авиакорпус и три дивизии. В общей сложности это более 300 самолётов. Помимо транспортных перевозок для нужд советских войск, «Ли-2» применялись и для оказания помощи отрядам сопротивления других стран. Польша, Словакия, Югославия, Албания. В период войны было выпущено более 2300 машин этого типа. Они принимали участие практически во всех военных операциях. 9 мая 1945-го военный труженик выполнил свою, пожалуй, самую почётную миссию. В этот день на самолёте «Ли-2» в Москву доставили акт о безоговорочной капитуляции Германии. Великая Отечественная война была окончена. После войны началась новая эра. Эра реактивной авиации. Но поршневой «Ли-2» не ушёл со сцены. Этот труженик вернулся к своей мирной профессии и ещё долгие годы служил в советской авиации. Перевозил пассажиров, выполнял транспортные рейсы, осваивал необъятные просторы северных широт. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин